Друзья, всем привет! Вы на канале Охота Больше Чем Хобби. История человечества тесно связана с охотой. Она оказала огромное влияние на многие сферы человеческой деятельности, на культуру, социальную структуру, язык и искусство. Но что за охота без оружия? Сегодня ружье не просто инструмент, это произведение искусства, создание которого требует не только технического мастерства, но и эстетического чутя художника. Таких мастеров-оружейников сегодня немного. Одни из лучших создают настоящие шедевры для компании Фанзой. Компания Фанзой – это одна из старейших, самых элитных оружейных компаний во всем мире, превратившаяся из скромного новичка в признанного мирового лидера по производству изысканных охотничьих ружей. А пока поставь лайк и подпишись на наш канал. Поддержи канал про охоту и для охотников. Компания базируется в городке Ферлах в Австрии, где оружейные традиции сохраняются и развиваются уже на протяжении 450 лет. Техническая часть и оформление каждого ружья Фанзой выполнены в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента. Каждый экземпляр единственный в своем роде. А многообразие моделей практически не имеет границ. Компания производит самые разнообразные виды ружей. От элегантного карабина до крупнокалиберного штуцера для охоты на крупного зверя. В настоящий момент компания производит гладкоствольные, нарезные и комбинированные трех- и четырехствольные ружья. В отделке могут использоваться ценные породы дерева и драгоценные металлы. Сегодня имя оружейной мануфактуры Фанзой олицетворяет собой высококачественное охотничье оружие, которое создается в единичных экземплярах. Их конструкция, технология производства и отделка необыкновенны. В особенности это справедливо для комбинированного фирлинга с двумя нарезными стволами калибра 9,3х74Р и двумя дробовыми калибра 20х76. Эксклюзивный фирлинг мануфактуры Фанзой с двумя нарезными и двумя гладкими стволами выглядит великолепно. Начало истории создания этого образца положил клиент, который пояснил, как он видит оружие своей мечты. Двуствольная винтовка, гармонично образующая единое целое с бокфлинтом. Особенное пожелание. Клиент потребовал такое конструктивное решение, которое позволяло бы ему стрелять четыре раза подряд. Такое пожелание появляется, мягко говоря, нечасто. Для конструктора это значило создать надежную и прочную систему, которая надежно работает и при быстрой стрельбе. Вдобавок оружие должно обеспечивать возможность очень быстрого перезаражания. Это значило, что для всех четырех стволов были необходимы надежные автоматические эжекторы. Работа продолжалась целых 6 лет. При этом клиент из США интенсивно сотрудничал с дизайнером, конструктором и гравером, доводя до них свои желания до тех пор, пока представленное в нашем видео ружье двуствольная винтовка, спаренная с бокфлинтом, не было доведено до состояния полной готовности. Наверное, единственный минус, на мой взгляд, этого ружья, что оно весит 4,6 килограмма. Этот фирлинг оснащен замками на боковых досках по системе Holland & Holland с интерсепторами. Если сделать несколько выстрелов подряд с открытого прицела, то это не только просто, но даже приятно. Причем и в том случае, если серия выстрелов включает несколько циклов перезаражания. Для своего ружья клиент и владелец этого фирлинга использует оптический прицел «Сваровский», пристреленный на дистанцию 135 метров. При открывании и закрывании ружья чувствуется качество изготовления, какое бывает только у эксклюзивного оружия. При нажатии на отпирающий рычаг чувствуется его безупречно гладкий ход. Рельефные изображения зверей находятся также на колодке ружья и спусковой скобе. Для фанзой это была неимоверно трудная задача – сконструировать и спаять стволы. Обеспечив их сведение даже в том случае, когда они нагреваются при стрельбе сериями. Это требование смогли выполнить. Ствольный блок термостабилен. Филинг сострелен таким образом, что на дистанции 135 метров оба нарезных ствола попадают в точку прицеливания. Гладкие стволы сострелены совмещением средней точки попадания с точкой прицеливания на дальности 35 метров. Последовательность выстрелов следующая. Нарезные стволы – это правый ствол, левый ствол, гладкие – нижний ствол, верхний ствол. Филинг имеет двуспусковой механизм. Переключение с нарезных стволов на гладкие осуществляется посредством ползунка на шейке приклада. Если он находится в заднем положении, то при нажатии на спуски стреляют на резные стволы. Ползунок предохранителя с удобной для пользователя задней спинкой и рифленой поверхностью расположен слева от рычага затвора. В качестве материала для ложи был выбран кавказский комлевый орех, который имеет прекрасный рисунок волокон. В результате высокоточной ручной работы все компоненты соединяются в единое целое. Характерная черта любого оружия фанцой – это гравировка. Именно она является кульминацией эстетического восприятия и придает изделию неповторимость. Результатом всей проделанной работы становится ружье, не имеющее себе равных, такое же уникальное, как и его владелец. Говорят, что фотоснимки расскажут больше, чем любые слова. Это же можно сказать и про гравировку. Глубокий рельеф орнамента и фигуры зверей уводят зрителя в мир дикой природы, где изображены самые разные обитатели Северной Америки, а в их числе хищники, которые стоят в самом верху природной иерархии, например, рысь, орел, буря-медведь или пума. Их дополняют серны и бараны. Гравировка окончательно превращает это оружие в безусловный вне времени шедевр, а цена о деньгах не говорят. Несмотря на свой роскошный внешний вид, ружье Фанзой способно выдержать порядка 100 тысяч выстрелов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам эта четырехстволка. Друзья, и не забывайте, что главное при обращении с оружием – это безопасность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!